Мы возьмем так называемый граф Петерсона и объясним, почему этот граф не является планарным. Значит, внутренний планар, что это такое. Нужно взять пятиугольник, внутри него нарисовать такой же пятиугольник, внешний пятиугольник нарисовать самым естественным, такой же пятиугольник, а внутренний нарисовать как звездочку. И дальше соединить соответствующие вершины. Вот этот граф очень часто встречается в теории графа. На самом деле это понятно. Почему? Потому что если вы вспомните правильный двадцати вершинник, а, кстати, правильный двадцати вершинник, это что такое? Господа. Нет, это все-таки додекандр. У икосаэдра другое количество. У додекаэдра пятиугольник. Вот это как раз у них пятиугольники. Так вот, если приглядеться к нему, это додекаэдр, у которого противоположные вершины отождествлены. Ну, впрочем, для моих сегодняшних, потому что это совершенно не важно, я сейчас докажу, что вот такой граф в принципе нельзя изобразить на плоскости без пересечения. Давайте это даже сделаю двумя способами. Первый способ такой, прямо по теореме Куратовского. А именно, я сейчас укажу внутри этого графа. Три домика, три колодца. Такой вот граф. Поехали. Вот это просто пример будет вершина А. Из нее выходят один, два, три. Хорошо. Теперь мне нужно какие-то еще две вершины назвать Б и Ц. А вы пойдете вот эти? Давайте так. Это будет Б. Она соединена с единицей. Она соединена вот так вот с двойкой. Так, с Б получилось замечательно. Теперь мне будет еще С. Так, вот если я здесь поставлю полу. То все будет хорошо. Так, с тройкой соединил. Да, и с двойкой удалось. Отлично. Ну и с единицей тем более. Что нужно стереть для того, чтобы не было лишних линий? А вот это одно. Вот этот вот отрезок оказался лишним. Если мы его уберем, то тогда получается в точности. Ну и вот это вот, помните, да? Вот это тоже надо брать, по-моему, да? Чтобы мы его не использовали. Так, и надо понимать, что вот эти два ребра, это подразбиение. То есть на самом деле надо воспринимать как одно ребро. И здесь тоже самое. Вот эти два, это как одно. Так, ладно. Вот и один способ доказать то, что граф Беттосона. Другой способ будет вот какой. Если у меня есть этот самый граф, то я сейчас могу сделать следующую штуку. Я стяну некоторые его ребра. Ребята, эта операция будет сегодня очень важна, поэтому я вполне осознанно ее уважаю. Что такое стягивание ребра в точку? А вот что. Вы берете, скажем, вот здесь, и ставите мысленно могучую-примогучую пружинку, которая берет и тянет эти две вершины друг к другу, и они превращаются в одну. Соответственно, вот эти вот два ребра, и вот эти вот два ребра, и из этой новой вершины будут выходить четыре ребра. Заметьте, если граф был планарным, то вот эту вот операцию стягивания даст нам опять планарный граф. Это очень важно. Так вот, а теперь смотрите, я эти пружинки поставлю везде, вот в этих вот пяти местах. Когда стяну, нетрудно понять, что получится в точности полный граф на пяти вершинах. Полный граф на пяти вершинах нарисовать нельзя. Ну, так вот, ребята, на самом деле, как вам говорит теорема Куратовского, такие приемы на самом деле не нужны. То есть, если в графе есть К3-3 в качестве подграфа, или там есть К5 в качестве подграфа, то такой граф не является планарным. И наоборот, никакие стягивания на самом деле не нужны. Если граф не планарен, то в нем по-настоящему есть К5, и по-настоящему есть К3-3. Давайте попытаемся понять, почему стягивания на самом деле не являются таким уж важным средством для доказательства непланарности.